Первые секунды ДТП с блогером Саидом Губденским в Москве попали на видео. Еще одним погибшим в аварии на Кутузовском проспекте в Москве оказался президент Федерации автомобильного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Столкновение было настолько сильным, что в других машинах один человек вылетел на дорогу, а еще двоих зажало внутри. Еще один автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву, участнику списка Forbes. Далее, комментарии популярных блогеров об этом ужасном ДТП. Знаете почему? Я не вправе комментировать в подобной ситуации. Кто я такой вообще? Я сам попал в такую ситуацию, но... видит Бог, что как бы, блядь, мне как-то повезло, блядь, просто повезло. Я не знаю. Знаком я был с ним? Конечно, знаком. Знаком был год где-то. Год мы были знакомы. Он, значит, чиповал мои машины. Тоже помогал мне. Вот. После аварии поддерживал тоже моей. Вот. Кто-кто, но... Я думал, Саид последний человек, кто попадет в ДТП, вот последний. То есть, это... Очень, типа... Для меня было... Пиздец, Яшов. Я думал, как будто бы, знаешь... Когда я это увидел, я подумал, что это, ну, типа, блядь... Пиздежка. Ну, не может быть такого. Как это вообще возможно, чтобы Саид, владелец The Air Performance, он всю жизнь на этих машинах ебар... Ну, как бы, блядь... Он знает, что такое скорость. Вот, все. Вот. Такая хуйня. Все. Надеюсь, у меня все хорошо сейчас заработает. Потому что, да, я только пытался провести прямой эфир. Это что-то глючило вообще все. Наверное, так тупил просто сам Инстаграм. Добрый вечер всем. Все СМИ, которые мимо и затрачивают телефон, не делают этого, это бесполезно. Я не буду вам ничего говорить, потому что я вас всех практически презираю. Я презираю все СМИ, которые вместо того, чтобы написать как есть, или подождать, или выждать, и написать хороший материал как есть, пишут полную херню. Сегодня произошло горе. Сегодня погибло два очень хороших парня на Кутузовском проспекте, которые за много-много лет у него с огромное количество жизней из-за того, что там в том числе нет раздела. Один из этих парней мне был достаточно близок. Его зовут Саид. Это очень хороший парень. Один из максимально воспитанных, культурных, я бы даже сказал, где-то дипломатичных дагестанцев. Хорошо с ним общался, очень уважал за его труд. Он участвовал у меня в фильме про чиптюнинг, тюнинг в России за крайне 15 лет. Он помогал нам различные просьбы. Я супер близко с ним не дружил и не общался. СМИ писали сегодня следующее. Сначала, что он кого-то обгонял по встречной полосе и попал в ДТП. Он, как выяснилось, никого не обгонял по встречной полосе. Потом, что он с кем-то устроил шашки и погибли они. Ну, значит, я подождал, посмотрел на видео, как и вы все, в телеграм-каналах. Что я могу сказать? Если вы пересмотрите внимательно мой тест-драйв, который я сделал по поводу BMW M4, там есть такой достаточно короткий отрывок, в котором я говорю, что эта машина крайне опасная, что мне машина этой M4 не понравилась, и что если эта машина резко выставится боком просто за то, что вы газу дали, вы можете успеть, а можете не успеть. Можете посмотреть, и вы это как бы все увидите. Слава Богу, что никто не погиб из тех, куда прилетела машина с Аидами, с Аидом. Там вроде бы как бы пока все живы-здоровы, машины пострадали. Что я могу вам сказать, как эксперт по этому ДТП? Я сам машину не видел, но я по большей части думаю, что, ну, я на 90% уверен, что там была летняя резина. Причем летняя резина была та, которую прям, ну, подубили. Она убитая. Саид очень хорошо управлял автомобилем. Саид не был замечен, ну, вот я, например, несколько раз с ним ездил. Я прям такого безумного беспредела, то есть для многих беспредел, когда просто колеса прокручиваются, идет дым. Ну, на самом деле, в управлении автомобилем, даже в дрифте, реально есть беспредельные ребята, они сейчас в Сочи все живут. А есть ребята, которые, как бы, ну, достаточно с умом все делают. Саид не был замечен в каком-то люком беспределе, он не пытался сделать там на Кутузовском или еще где-то там 360 на скорости и так далее. Когда мы делали какие-то замеры, мы делали тест-драйв с Поршем, и у нас был такой момент, что мы с области приехали в город, поменяли машину, потом поехали опять в область, это было летом. Мы не договаривались, ну, я как бы не любитель в потоке с кем-то прыгать там, ну, прям вот, типа вот, прям именно там обогнать как-то или еще что-то. Вообще, это такая история, знаешь, ты против меня, когда ты не против меня. И начинаются вот эти вот безумные гонки. Они могут закончиться очень плохо. Я всегда это говорил, говорю и буду говорить. И когда вы едете, например, там со своими знакомыми, там или еще с кем-то, да не пытайтесь обогнать, езжайте вместе. И вот мы с Саидом ездили, он достаточно культурный водитель, то есть, да, чуть быстрее потока, но какие-то безумные вещи нет. Что я увидел на видео. Какая-то разница в превышении скоростного режима, не скажу. Плюс там 10-15 км в час, да даже если 20, разница между потоком, это не 200, поверьте. Я думаю, что его машину понесло, в районе там. Ну, камеры еще проведу, посмотрят там, на скоростной режим, я думаю, скорость была не больше 110. На момент удара вы видите видео с видеорегистратора, когда машина приезжает, прилетает уже навстречу и бьется в машину, которая находится в левой полосе. Момент удара я оцениваю километров 80-90. Может быть даже, ну, от 70 до 90 км в час в этот, это вот при этой скорости машина ударилась в левой полосе от той машины, которая ехала в встречном направлении. Страшно это все. Так всегда и бывает. Заметьте, все самые хорошие вещи в вашей жизни происходят, спланированных. Новый год, день рождения, рождение ребенка, свадьбы, праздники, вы все планируете. В нашей жизни такие вещи, как тюрьма, убийство, авария, страшное заболевание, горе какое-то в семье, все приходит внезапно. И сегодня такое внезапно пришло в семью Саида к близким, к друзьям. И не только Саида, вот второго парня. Второй парень был очень умный. Я с ним лично не знаком, я про него слышу очень много от Саида. И парень прям такой, толковый, очень умный, разбирался в том числе в программирование, взаимодействовал с Саидом по чипу. Вот, кстати, паштет знал этого парня. Вот. И сегодня не погибли. Ну, конечно, большинство людей, которые будут говорить, вот, не надо гонять. Знаете, что я вам скажу? Да, вы правы, не надо гонять, особенно на заднем приводе и особенно на лысой резине. Машина, наверное, не такая лысая была. Ну, погода уже не та. Уже если летняя покрышка, она уже дубенеет. Вот первое, что я всем хочу порекомендовать, поменяйте резину на зиму. Не тяните. Вообще, от этого никто не застрахован. И всякий, кто ездит по Кутузовскому, вы вообще не застрахованы. Вы вообще не в безопасности. Вот я сам езжу каждый день по Кутузовскому. Я просто смотрю, я не особо любитель ездить в левой полосе там. Я, кстати, за все время, за всю историю, даже когда сток-камер не было, я никогда не ездил там особо по разделу. Вообще. Я просто ненавидел эту историю. Я просто понимал, что там может произойти. И даже сейчас, я когда еду, я стараюсь держаться правой полосы и очень внимательно смотрю прострел. Вы видите на видео, он просто момент прилетает от машины и все. Бабушка какая-нибудь растеряется, дедушка. Просто, когда происходят такие яркие аварии, там блогер какой-то или еще что-то, конечно, хейт, конечно, вы там твари, вы там гоняете. Почему машина занесла? На машине сто процентов была выключена система курсовой стабилизации. Это я вам точно говорю. Потому что при включенной системе курсовой стабилизации такого ДТП не произойдет. у BMW работают эти системы крайне быстро и крайне четко, даже практически на лысой резине, чтобы вы понимали. Даже если будет в режиме MDM, что-то такой режим MDM у BMW. Режим MDM это когда система отключается наполовину. То есть, она дает тебе чуть-чуть занести машину, дает колеса пробуксовку, но как только понимает, что курсовой угол меняется, она, соответственно, опять включается и машину стабилизирует. В данном случае абсолютно точно я думаю, что там просто было OFF. OFF это значит полная система, отключение системы курсовой стабилизации. Зачем так делают? Да, все блогеры так делают, когда хотят газу дать, когда хотят выставить машину боком. Возможно, он всегда на ней, на этой выключенной системе ездил, потому что я, например, когда на заднем приводе ездил на М5 Е60, я всегда только так ездил, потому что бывают такие ситуации, когда ты хочешь уйти от какой-то ситуации или куда-то прыгнуть или заскочить, а ты нажимаешь газ, а у тебя срабатывает система антизаноса, и она не дает тебе ехать. И ты можешь из-за этого как раз попасть в проблему. Возможно, он делал так же. Погибли два парня. Я позвонил друзьям Саиды, сказали, что хоронить его будут в Дагестане. Не сказал, когда. Сначала мне сказали, что там в машине находился еще один наш общий друг-товарищ, его зовут Натан. Слава Богу, что он жив-здоров. Его не было в машине, потому что сказали, сначала, типа, там их было трое, ну вот эти вот фантазеры ебаные. Вот. Я посмотрел на машину на повреждение, это, конечно, жесть. Это жесть. И это произошло, я думаю, в стоящей машине шла, ну, 80, может быть, 90. Ну, и, соответственно, эти боком шли, вот, считайте, суммарный удар. Поэтому. Был ли он пристегнут? Странно очень, я не знаю, спасло бы, спасло бы их, если бы они были пристегнуты. Я думаю, в теории, ну, когда смотришь на машину, я так понял, Саид был за рулем. Если бы он был пристегнут, его бы точно не выкинули из машины. И непонятно, вот, непонятно, надо у экспертов узнавать, у тех, кто был непосредственно на месте, вообще, потому что в машине это все точно зарегистрировано, сто процентов, я думаю, следствие будет разбираться, смотреть, на какой скорости это произошло. Вот. очень сложно сказать, какие повреждения, от повреждений нужно понимать. Спасло бы то, что был пристегнут. Как-то странно, они вдвоем погибли. Причем, сначала один, потом другой. Тот, кто сидел на пастажирском сидении, там удар сильнейший, страшнейший удар, возможно, допуская, что там выжить невозможно. Но со стороны водителя, крайне сложно оценить, но со стороны водителя, там более-менее, целое все. Но очень сильный удар, крайне сильный удар, друзья. Вот. Потом я видел на видео, что там непонятно, как произошло. Вроде бы, Саиды вытаскивали врачи, или там МЧС помогал, вот то, что я видел на ролике, вытаскивали со стороны руля. То есть, получается, он был в машине. А вот второй парень, почему-то лежал на асфальте. Возможно, второй парень был не пристегнут. Не знаю. Ну, детали. На самом деле, сути не меняет. Пристегиваться надо всегда. Вообще всегда. Запомните это, пожалуйста, раз и на всю жизнь. Вот. Всегда пристегивайтесь. Неважно, даже если вы на парковке, даже если вы 20 метров поезжаете. Вот я приучил себя очень много лет назад. И я всегда пристегиваюсь. Я всем вам советую обязательно пристегиваться. Парня второго пытались спасти. Я видел на видео, что ему пытались запустить сердце, но, видимо, не получилось. Кого винить? А кого вы будете мне? Он жил. Он получал искренне удовольствие от машин. Он радовался, как ребенок. Он кайфовал. Он делал блоги, он снимал видео. Он так и полюбил эту М4, будь она не ладная. Так стремился. Он советовался покупать. Я говорю, да я... Я им пятую люблю. Он говорит, а мне нравится ему четвертая. Такой искренний парень был. Таких редко встретишь. Кого винить? То, что на Кутузе не сделали раздел, да они его, блядь, не сделают. Это трасса ФСО, трасса номер один. Они не сделают нам раздел. Там куча людей уже погибло. И никто раздел не поставил. Уже люди там простили, ходили, писали. Винить его за то, что он был на лысой резине? Да он вроде умеет ездить. Но видите, вот этого я всегда тоже боюсь. И на старуху бывает пороха. Кто угодно может быть. И в любой момент. В любой момент и кто угодно. Так же потерял своего друга, товарища Георгия Товзадзева. Он сидел на пассажирском, правда, сидении. Но видите, там другая история. Он выпил и принципиально не сел за руль. Сел рядом, а за руль посадил друга. И тот его намотал на стол. Большин. Поэтому я не знаю, кого винить. Я не виню ФСО, не виню Саиды, не виню никого. Просто случай. Дорога плохая погода. Просто делать лучше. Значит, на небесах так решили. Другого объяснения, к сожалению, у меня нет. Хотел поддержать всех родных и близких Саида, всех друзей. Для вас это огромная потеря. Это был действительно хороший парень, хороший человек. Очень жалко, что он больше нет. Многие, конечно, там будут говорить, нахуй, хасаник, нахуй то, нахуй все. Да, можно тогда и по снегу не ходить, по льду не ходить. Не ездите тогда вообще на машинах. Ездите на метро, на автобусах, там безопасно. На дорогах опасно. На дорогах всегда была и идет война. Всегда. Несмотря на то, что объективно, надо честно признаться, ГИБДД делает все и вот в Москве делают все для снижения аварийности. Максимально. Потому что в 2008 году, я могу сказать, за год погибало там 35 тысяч человек. А сейчас погибает 11-12. Поверьте, это серьезнейшая борьба ведется. Они делают, что могут. Хорошо, плохо они делают, результаты видны. Полностью уйти от ДТП практически невозможно. Потому что нас очень много. Люди передвигаются на машинах, на разных машинах, на больших, на маленьких. Да много чего происходит. Короче, сегодня такой не очень вечерок. Хотелось бы, чтобы вот эта очередная ситуация и очередная смерть на дороге многим из вас показалось, что жизнь можем потерять в секунду. В одну секунду. Ее больше не будет. Саиды нет. Он уже больше не чувствует ничего. Ему не больно. Ему не хочется уже никуда ехать. его уже с нами нет. Берегите себя, пожалуйста. Пристегивайтесь. Очень прошу. Не ебашьте вы по дорогам, блянь. Сука, 90% ездят не умеют, вы ебываете. А мне? Субтитры сделал DimaTorzok